Топливо из отрубей. Томские ученые считают, что у отходов зерновых для этого есть все необходимые характеристики. Теплота их сгорания сопоставима с теплотой сгорания бурого угля. Применять отруби в качестве топлива было бы очень выгодно. Научная группа уже выяснила, что спрессованные отруби выделяют немалое количество тепла и теперь проводят эксперименты с их горением. Между тем, в Сибири уже давно следуют тенденции вторичного использования сырья, что сегодня производят в Омске и других городах из производственных отходов в нашем сюжете. Отработанные автомасла и другие нефтесодержащие отходы в этот цех привозят в основном со станций техобслуживания. Здесь отработанное топливо нагревают и пропускают через сепаратор. В центрифуге масло отделяется от воды, механических примесей и по трубе отправляется в емкость, где замеряют его плотность. Здесь примеси. Вот такое же масло, вот оно, без ваги оно уже, оно поступает у нас на топливо, ну, в зависимости от потребителя. То есть это и есть тот самый жидкий уголь? Только в отличие от обычного угля жидкое топливо практически не оставляет золы и не вредит экологии. От общей массы угля, значит, сожженного в котлах, 25% образуется шлаков. То есть шлаки тоже имеют определенные опасности для окружающей среды. Жидкий уголь закупают энергетические компании. Заказчиков много по всей Сибири, говорят на предприятии. Здесь готовы очищать до 200 тонн таких отходов в месяц и все раскупят. А в Омске знают, как использовать бракованные бутылки, а также обрезки оконного стекла. Они идут на изготовление утеплителя. Сначала стеклобой поступает в транспортер, где промывается, потом сушится и попадает в барабаны для помола. Через 6 часов вещество поступает в резервуары, где смешивается с жидким стеклом. Затем формируются гранулы. Они просушиваются и попадают в печь вспенивания. Там они увеличиваются в объеме в 2-3 раза. В результате получается гранулированное пеностекло – экономичный утеплитель для крыш. Здесь применяются абсолютно экологически чистые материалы – стекло и доломит. Одно из свойств – не уничтожается грызунами. Это тоже, допустим, при строительстве кровель на свинарниках имеет существенное значение. В Новокузнецке тем временем начали производить тротуарную плитку из бытовых отходов. Местная компания с полигона ТБО собирает мусор, как правило, полиэтилен. В специальном цеху эти отходы смешивают с полипропиленом, песком и красителем. Смесь проходит термическую обработку в печи более 300 градусов. Через некоторое время появляется цветная масса. Ее под прессом превращают в плитку. Сейчас компания уже имеет склад готовой продукции и начинает налаживать поставки. Плитка – это прочная, так как в ней используется полипропилен, полиэтилен, ну и песок, соответственно. То есть она не боится ударов, вот, например. То есть она крепкая вполне. Она удерживает давление грузовика, если этот грузовик по ней проедет. То есть не говоря уже о пешеходах. А в Томске нашли применение остатком пищи. Их перерабатывают при помощи червей. В результате получается экологически чистое удобрение – биогумус. Рустам, студент второго курса Томского государственного университета, доработал технологию, которая уже применяется в США. Сейчас он намерен превратить свой стартап в небольшое предприятие. Если заглядывать в будущее, наш проект, наверное, перерастет в сеть экологически чистых продуктов. Не только удобрения, а также лекарств, комбикорма для червей и белковые добавки, протеинные добавки для самих людей. Для реализации проекта нужно полмиллиона рублей. На эти деньги закупят маточное поголовье красного калифорнийского червя и арендуют помещение. Елизавета Васильевич, Александр Рябуха, Никита Лобиков, Ольга Маховская. Новости здесь, Омск.